Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Гость в студии, первый председатель Народного фронта Латвии Данис Иванс. Доброе утро. Доброе утро. Завтра, 23 августа, я напомню, исполняется ровно 30 лет со дня проведения Балтийского пути. Напомню, около более 650 километров от Вильнюса до Таллина выстроились жители стран Балтии в цепочку, держась за руки, требуя свободы, возражая против подписания пакта Молотова-Риббентропа. Как раз тогда было 50-летие, почему у меня 50, всего завтра будет 80. С момента подписания этого пакта. Вот, господин Иван, спросите, если я, может быть, оглашу эту цифру, вам сейчас 63 года. Да. Вам было тогда ведь чуть больше 30 лет. 32, когда вы стали председателем Народного фронта. Вот по прошествии стольких лет, да, сейчас, оглядываясь назад, смотря как развивалась и становилась Латвия, вот эта вот вторая эпоха Возрождения, когда сегодня автопробегом мы вспоминаем этот Балтийский путь, когда Ренни Спайл выпускает свой короткометражный фильм «Сегодня», да. Что вы чувствуете? Ну, я немножко удивлен, какой большой резонанс даже после 30 лет обращен этому событию. Потому что в последние недели я даже не мог отключить телефон. Все время зазвонили западные корреспонденты, журналисты. Мы организовали конференции здесь, в Латвии. Кстати, тоже очень много людям были вопросы и хотели узнать об этом. И я теперь думал, мне надо выступить сегодня конференцией, что действительно, я только что перешел этот порог 30-летия во время Балтийского пути. А эти 30 лет своей жизни я же прожил в так называемом Советском Союзе, который был, ну, с чем-то похожим, как говорили люди на большой лагерь, да. Там не было никакой возможности где-то выехать, была ограничена информация, у нас не были возможности такого образования, как было на Западе. И вот после, 30 лет после Балтийского пути, все-таки чувствуется, что мы прошли очень большой путь и нас уделяет какая-то бездна от того времени. Потому что все радикально изменилось. Мы, во-первых, это страна Европейского Союза, мы члены НАТО. А вот я, например, в сегодняшней конференции думаю, это тоже не было бы возможно без Балтийского пути, что, например, у нас в последней дискуссии о народной демократии или демократии толпы и о будущем либеральной демократии выступают наши же латвийские молодые люди, например, Уна Бергман, которые теперь являются преподавателем Лондонского экономического и высшей школы, выступает Дат Цзиновска, которая профессор Оксфордского университета, что тогда еще не представлялось, что это все можно. Это, конечно, заслуга Балтийского пути, но и еще знаменитые события, которые все-таки показывают, что Балтийский путь актуален. Вы, может быть, знаете информацию, что молодые люди Гонконга, они объявили, что они в честь 30-летия Балтийского пути организуют живой цепь в Хонконге. Кстати, завтра в пятницу как раз, да. Да, и, кстати, тут очень интересно, что где-то несколько месяцев назад ко мне в Музей Народного фронта пришла докторант Гонконгского университета, молодая девушка. Она смотрела все эти документы наши, доказательства, что был Балтийский путь, как это произошло. Потом она брала у меня интервью, где-то записала, где-то полтора часа я ей спрашиваю, что вы будете делать с этим интервью. Она говорила, я буду показывать гонконгским студентам, чтобы они знали, как бороться за свободу и демократии, чтобы Гонконг все-таки... Гонконг был автономным и все-таки не становился похожим на коммунистический Китай. А скажите, вот еще одно, мне кажется, большое достижение, все-таки по сравнению с Советским Союзом. Я жил тоже в то время, я стоял в Балтийском пути, я очень хорошо помню страх сказать свое мнение, ведь это было очень важно, ну вот ощущение... Сейчас мы живем с ощущением свободы, мы можем смело критиковать хоть президента. Ну то есть вот тогда это было невозможно, вот насколько было для вас и для тех, кого вы знали, в Балтийском пути встать, чтобы выразить протест, зная, что еще существует Советский Союз, что вас могут за это каким-то образом наказать? Это было довольно опасно. И мы пришли к идее организовать Балтийский путь, где-то в июне, когда мы видели, что в такие же демократические процессы в Китае, в Пекине, были поглощены насилием. И сначала мы радовались, что Китай тоже, как Советский Союз, идет в путь перестроек. И вдруг моментально была эта реакция коммунистических руководителей. Причем Горбачев, тогдашний руководитель Советского Союза, он сказал, я с пониманием смотрю на кровоплитие в Пекине. И только тут мы поняли, если бы мы что-то не будем делать, не будем каким-то образом протестовать и сказать, что мы не будем отступать от своей дороги, то с нами может случиться то же самое. И тогда мы все лидеры придумали идею этого Балтийского пути. Сначала у нас была огромная наполеоновская идея сделать живую цепь от границ Финляндии до Букареста через все страны, которые касались Пакта Риббентра-Помолота. Но, конечно, это было невозможно, потому что между Литвой и Польшей стояли войска КГБ. И фактически очень быстро мы это организовали, но все время была опасность. У нас была информация, что, может быть, пойдет колонна танков, особенно в Риге, потому что здесь был штаб Балтийского военного округа. И у нас была информация, что будут организовать искусственные заторы власти, чтобы не дать транспорт, потому что это тоже было. Расставить всех людей. Да, потому что в Риге это не проблема, там много людей, такие районы, где сельские местности, где мало людей. Мы организовали транспорт, там надо было где-то 10 тысяч автобусов среднего размера. Такого автопарка не было в Советской Латвии. Или 70 тысяч легковых автомобилей. Этого тоже не было. Но все-таки, причем все общественные транспорты лежали в государстве, они не могли дать это. Но, слава Богу, все руководители были доброжелательными к народному фронту. И все наши отделения отправились там, где мы считали, что нужно им заполнять эту трассу. И мы придумали, что, если что, мы будем координировать акции через промежуточные трансляции, так как сейчас, в радиостудии. Потому что мобильников, мобильной связи, интернета тогда не было. Вот, это был вопрос, как вы все собрали, что 2 миллиона человек. Особенно западные люди. Как это так? Как такую массовую акцию можно организовать? Это была самодисциплина людей. Это была очень точная организация. Это сарафанное радио, это все передавали друг другу, кто услышал эту информацию о том, что будет... Да, там были отделения, жаловно. Нет, я понимаю, но все равно, если там говорить, может быть, о регионах, где людей мало, то есть... Да, мы дали указ, что все должны, которые отправляются на Балтийский путь, включить радиоприемники. Но это еще полпроблемы, да, это тоже было. И мне дети в Музее Народного фронта иногда спрашивают, какие большие, огромные мобильники у людей. Но это радиоаппараты. Но проблема... Идея была такая. Мы сидим, координаторы в радиостудии, кто-то с фиксированного телефона звонит и говорит, например, Долгопылская группа, который, я знаю, Долгопылс отправлялся где-то в участок Бауски. Знаете, не хватает людей около Сигулда, давай меняйте маршрут и отправляйтесь с Сигулда, да. А у нас большим шоком было. Это был первый признак, что что-то может произойти не так. Когда утром, 23 августа, мне позвонил секретарь Компартии Латвии, Долгопылский, и сказал, приказ Москвы вам прямой трансляции запретить. А вы понимаете, Боинг поднимается и... Связи нет. Отличает все навигационные устройства. Мы путем нам руководили, балтийским путем, и мы поняли, что Москва не запретила прямую трансляцию в Таллине и Вильнюсе. И я иногда думал, почему только в Латвии. Но это было ясно, потому что удар был направлен в сторону Латвии, потому что здесь была, может быть, самая большая концентрация советских войск. Ситуация была такая, что они думают, что они могут помешать. А второй, если Балтийского пути не было бы в Латвии, Балтийского пути не было бы вообще. Ну да, потому что в центре как раз он соединяет. Да, да. И я думаю, что теперь молодые люди, я недавно смотрел, сделали такой небольшой фильм про Балтийском пути, и они говорят такую фразу, что самое удивительное, что Балтийский путь состоялся. Это точно было чудо. Я даже два часа перед самым Балтийским пути, где-то пять часов, я в латвийском радио записал свои выступления. И я думал, чтобы люди не знали, что мы не коордируем акции, чтобы они чувствовали, что мы держим руку на пульсе этой акции. И с облегчением я вздохнул только тогда, когда я встал на Балтийском пути на границе Латвии с Эстонией, и услышал, что смелые радиожурналисты, латвийское радио, пустили в эфир. Это мое обращение к участникам Балтийской цепи. Господин Иванс, вот Латвия мечтала стать независимой, вы мечтали, чтобы Латвия была независимой. Можете ли вы сказать, что ваша мечта забылась абсолютно? Я поясню, что я имею в виду. Раньше был Советский Союз, сейчас Европейский. Безусловно, там уровень свободы несравним, но если мы начнем вспоминать про, допустим, принципы верховенства права Европейского Союза, который означает приоритет норм права Европейского Союза над правом национального государства, в том числе Латвии, как ее члена, то есть наши право- и нормы, они служат только второстепенно. Мы отказались от собственной валюты, мы обязались принимать беженцев. Великобритания сейчас выйдет из Евросоюза, в случае жесткого Брексита мы будем дополнительно платить 23 миллиона евро в общий бюджет. Вот можете ли вы сказать, что мы все-таки абсолютно свободны и вы довольны тем, где мы сейчас есть, да, все-таки? Ну да, но абсолютная свобода невозможна. Но уже на Балтийской ассамблее народных движений, которая происходила еще перед Балтийским путем Майя в Таллине, мы объявили, что Балтийский путь – это путь Европы, что это возвращение, как Чеслав Милош говорил, польский поэт и философ, в родную Европу. Это наше место, это наш дом. И я думаю, что в некоторых сферах эти ограничения из Европейского Союза это нам пользует, потому что довольно жесткие, принципиальные, например, законодательства охраны среды, мы не добились бы со своими силами здесь, Латвии, внутри. Это нам помогает. Многие законы, которые касаются прав человека, это тоже очень важно, и что Европейский Союз все-таки диктует нашим политикам, которые тоже бывают популистически настроены, мы это видим, в каждой нашей выборе. Но наше, может быть, счастье и, может быть, самое сокровенное, что есть в этом Европейском Союзе, что, в отличие от Советского Союза, все-таки возможность решать большие вопросы Европы у нас гораздо больше, чем это когда-то либо было. Латвия была свободной перед Второй мировой войной, но такого влияния и возможности влияния для Латвии не было без Европейского Союза. В 20-е годы уже такой Куденхау Халерджи разработал, очень знаменитый человек, разработал харту Пан-Европы. Это не приняли до Второй мировой войны, но этой харте было написано, что если не будет общей Европы и не будет соблюдаться права и возможности равной части и в решении вопросов даже самых маленьких народов Европы, будет война. И это и произошло. И фактически эта мечта Куденхау Халерджи у нас сбилась только, может быть, даже только после присоединения Балтийских стран к Европейскому Союзу. Потому что это фактически база и наше благополучие. Но мы это все видим, что в этом отношении нам нечего плакать. Некоторые говорят, мы самая бедная страна, но мы были не бедной страной, мы вообще были вне какой-то конкуренции перед вступлением в Европейский Союз. То, как мы будем жить. Я помню, что в Атмаде был такой лозунг, слоган, который люди говорили, был написан на митингах, хоть в лаптях, но в свободной Латвии. И теперь некоторые смеются. Ну вот, вот получили лапти. Но ведь надо понимать, что свобода, в принципе, позволяет человеку быть богатым или бедным, ходить в лаптях или ходить в хороших туфлях модных. Это выбор свободного человека. Это самое главное. И все-таки, я думаю, что 99% всего, что происходит в Латвии, зависит от нас. Но то, что у нас еще есть, это все советское, и это прошлое тянется с нами, вместе внутри нас. Это вопрос времени. Это вопрос времени. Но Европейский Союз нам дает очень большие шансы. И очень большой, может быть, такой гарантией безопасности. И экономической, и, может быть, и такой физической безопасности. Но вместе с тем, вот на выборах уже 93-го года Народный фронт собрал всего лишь 2,5%, и не прошел. Это была, возможно, реакция на шок экономический, который там произошел. Но вот не было ли обидно? То есть вы же, добившись независимости, вдруг те, кто возглавлял это политическое движение, увидели, что, ну, как неодобрение, можно сказать, народа. Нет, ну, поддержки, да. Ну, нет, это так не было. Я, кстати, был из тех, который считал, что после формального де-юре достижения независимости Народный фронт должен объявить о самом распуске. Потому что Народный фронт ведь не было партии. Наша идея была создать плюристическую многопартийную систему в Латвии. И мы даже уже в 87-м году мы финансировали восстановление крестьянской партии Латвии, восстановление социал-дематрической партии, зеленой партии и так далее. И даже финансировали. Это была наша цель. И, конечно, после этого достижения большой цели, независимости и свободы, Народный фронт потерял смысл своего существования. Я был за сам распуск. Многие коллеги не были согласны со мной. И произошло то, что произошло. В этих выборах нельзя считать в 93-м году, что в выборах выступил Народный фронт. Практически все партии, которые тогда выступили, это же был Народный фронт. А скажите, вы вручали Горбачеву декларацию о восстановлении государственной независимости, приехав в Москву. Вот Народный фронт вообще ведь создавался, как сначала поддержка перестройки. И вот в какой момент вы, начиная, может быть, ушли, ну, вы поняли, что это гораздо больше, и можно большего достигнуть? Именно Балтийский путь. Это 23 августа. Потому что реакция Москвы была очень жесткая. После этого они сказали, что существование Балтийских народов под вопросом, это в былые времена, это значило моментально танки и военное положение. Но наша реакция тоже была моментальная. Мы потребовали объяснений Горбачева. И тогда мы встретились, 31 августа. И тогда он говорил, ну, знаете, ну вот эта угроза, это пустяк, не берите в голову. Вы нужны мне, я нужен вам. Потому что была такая обратная связь, потому что Горбачев, ну, особенно Яковлев, его помощник, большой друг Балтийских народов и человек, который поддерживал наш путь независимости, он всегда говорил, что Горбачев говорит, что, ну, у вас, Михаил Сергеевич, нет никакой поддержки перестройки в Советском Союзе. Вы можете надеяться только на Балтийское народное движение, которое что-то хочет по-настоящему менять, а не только формально. И это одна из причин, почему не запретили в самом начале организации Нордных фронтов, хотя Горбачев в своих воспоминаниях теперь говорит, да, может быть, зря я позволял, потому что я уже чувствовал, что они разгромят Советский Союз. И, ну, да, и вот именно после этого мы поняли, что с переговорами, что у нас нечего ждать понимания со стороны Горбачева. Он, между прочим, даже после Балтийского пути говорил, что Балтийской независимости нечего мечтать, что Балтийский путь весь бы организовали, потому что он и со мной, когда мы разговаривали, он говорил, вы экстремисты, вас не поддерживает народ. А мы с Балтийским путем ему говорим, вы видите, три целых народа вышли на Балтийский пути, и народы нас поддерживают. Он все равно творит свое. И вот в этот момент началось такое отдаление Горбачева. Может быть, его окружали реакционеры, потому что он оттеснул и Александра Яковлева, Юрий Афанасьев, который был наш друг, тоже один из лидеров российской межрегальной группы, он тоже говорил, что в этот момент начался перелом, что Горбачев как бы пошел с этими консервативными силами, и мы уже пошли своим путем. Мы уже тогда перед Балтийским путем даже не говорили, пока еще, хотя Латвия обсуждала первое, уже программу полной независимости. Нет, Литва приняла это первый раз в Арханном Совете, когда были выборы, но первые ее объявили о том, что народные движения должны обсуждать возможности полного восстановления независимости. Это был Латвийский народный фронт, это было в мае 1989 года. Между прочим, по совету нынешнего президента Латвии, мы с ним встретились в Франции, он прочитал лекцию, как использовать то, что 54 государства не признают оккупации Латвии, и мы выработали этот парламентарский путь восстановления предвоенной республики. А ведь он тоже молодой, получается, тогда был, да? Ну, тоже, он мой год. Ой, мой год, мы оба были такими пышными волосами. Меня даже зам шведского Министерства иностранных дел называл гаризматическим юношей с длинными волосами, который нам рассказывал такие мечты, которых мы не верили. Это в 1989 году был. Хотя Швеция, которая, кстати, одна из редких западных стран, как бы смирилась с оккупацией балтийских стран, именно в 1989 году оказывала нам самую большую поддержку. Например, Карл Билт, бывший премьер, тогда еще начинающий политик Швеции, я с ним встретился в 1989 году, и он был редким западным политиком, который полностью откровенно поддерживал нашу независимость, который организовал в Стокгольме каждый понедельник на так называемые собрания и митинги поддержки балтийской независимости до достижения этой цели. — Скажите, пожалуйста, вот наше время, к сожалению, подходит к концу. Вот как вы думаете, среди тех, кто был в Народном фронте, есть такие, кто сейчас разочаровался? Потому что, если смотрим статистику, вот за годы независимости Латвию покинуло около 700 тысяч человек, и в том числе этнические латыши. — Иван Скалненьш очень так резко написал письмо, где тоже вот он буквально говорил «Страна без будущего», неужели этого мы добились, когда брались за руки на Балтийском пути? — Да, ну Иван Скалненьш, как композитор, хочет быть оригинальным, я думаю, да, и всегда отличаться своим выражениями. — Конечно, есть люди, которые изрочурались, но я все-таки считаю, я сторонник, и тогда я был, что все-таки зависит от нас, каждого самого, от нашей внутренней убежденности. Ведь возможная эмиграция и работа в Европейском Союзе и в западных странах — это заслуга Балтийского пути. А этого же мы добывались, чтобы все могли свободно путешествовать. Я, например, с моей молодостью, вот эти 30 лет, которые я прожил в Советском Союзе, я думал, никогда в жизни я не увижу западные страны, потому что это было невозможно. Это было только с разрешением КГБ. Люди, если у них что-то заключить, договор с сатаной, тогда они могли там что-то посмотреть, и некоторые убегали, и после этого договор с сатаной. Так что это большое достижение, но я думаю, что это будет меняться, потому что все-таки Латвия прекрасная страна. Мы как-то, я думаю, сами занимаемся с таким Павелом Кайсейшен-Сгалу, с ненужной самокритикой. И статистика показывает, я слышал, что вот последние два года уже началось очень бурное возвращение из западных стран. Что в этом году уже я слышал, что 5 тысяч людей возвратилось обратно, потому что все меняется в мире. Все меняется, и страны счастья, которые многое считают, что там было благополучие, и все. Там тоже мы видим, что происходит в Америке, Brexit в Великобритании, который отнюдь не позитивное явление, и многие британцы в шоке от того, что их политики сделали какую ошибку, я считаю, ошибку они допустили. То я думаю, что Латвия на этом фоне уже становится очень перспективной, спокойной. И самое главное, многие западные люди, которые теперь на 30-летие приехали, мои друзья из Запада, они говорят, вам очень, ну такая надежная страна, где мы чувствуем себя в безопасности. У нас фактически нет таких социальных потрясений. Радикальных проявлений. Да, которые мы видим в многих западных благополучных странах. Последний вопрос. Виктория вас спрашивает у нас в чате в WhatsApp. Здравствуйте, Народный фронт обещал, что образование на русском будет сохранено. Сюда же можно добавить и существующий институт неграждан. Что мне про вас рассказывают детям? Знаете, я тоже читаю лекции, и она может привезти дети в музей Народного фронта. Во-первых, я в этих лекциях уже пускаю эту fake news, опровергаю, потому что Народный фронт ничего не обещал. В второй программе Народного фронта ясно написано, что вопросы гражданства будут решать только первый в свободных выборах выбранный парламент. У нас не было никакого права этого решать. И вот это уже вопрос демократии, вопрос большинства, небольшинства можно было решать каким-то другим образом, но тогда депутаты, которые голосовали за это, они шли по правовому пути. Потому что, может быть, если вопрос принятия закон гражданства были какие-то большие отклонения от предвоенной общности граждан, тогда, я думаю, хаос был бы больше, чем в нынешнем положении. Я считаю, что институт гражданства лишний, особенно в наши дни, это не должен быть. Но я думаю, что и поезд ушел, что этим людям надо определяться. Это не так сложно уже стать гражданом Латвийской Республики. И, ну, я не думаю, что такие проблемы. О образовании? Образовании все-таки очень важно. Тогда в Народном фронте уже, мы говорили, у нас были и такие очень активные русские в Народном фронте, как Ленда Зорцев, как Марина Костеницкая. И речь тогда шла, что фактически людей, которые живут в Латвии после этих страшных годов советизации и даже русскохации Латвии, у них все-таки есть такая, даже не латыша, миссия сохранять здешнюю культуру, здешний язык. И наш президент Эггл Слевиц, которому не можно упрекнуть какой-то национализм, он европейский человек, открытый человек, он говорил, что язык, возможность всем общаться на государственном языке, не исключая возможности других языков Латвии, это все-таки база для полной интеграции, для лояльности в латвийском государстве. Поэтому я думаю, что, может быть, эта языковая политика должна была, может быть, еще принципиальнее предыдущие годы, что, может быть, дети уже в детских садах должны были изучать эти языки. Мне, например, внук абсолютно свободно говорит и на латышском, и на русском, и на польском языке, и учит теперь немецкий и английский. Моя старшая дочь, которая тоже своим силами училась и на западных вузах, и живет теперь в Латвии, она говорит где-то на 8 европейских языках. Это мы должны думать о детях, что это основа в Латвии жить и понимать Латвию, включиться в единое информационное пространство, в Латвии жить теми чувствами, которые живет житель. Это все-таки латышский язык. А потом уже латышский язык дает эти возможности всем остальным. Спасибо большое, господин Иванс. Я напомню, это был первый председатель Народного фронта Латвии, Данис Иванс.